И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему любимейшему уже аккаунту на Страйкере, от новобранца до легенды. Сегодня у нас четвертая серия, сегодня у нас воскресенье, скидки на МПК, последний день имеющегося премиум аккаунта. И как уже у нас по традиции, изначально, как только мы начинаем наш видеоролик, мы приступаем к открытию контейнеров. Я еще не знаю, сколько у нас получилось набрать лайкозавров, потому что еще третий видос не вышел, но так как сегодня скидки, мне обязательно нужно записать четвертый, плюс еще премки последний день. Поэтому я предположу, что цифры у нас примерно сохранятся, и даже если вдруг там будет чуть-чуть меньше, мы вместе с вами сегодня откроем 20 обычных контейнеров. Будем надеяться, что мне с них что-то хорошее выпадет, на данный период времени у меня 37 тысяч кристаллов на аккаунте. Сегодняшняя наша задача поднять новую званочку и прокачать Диктатора Страйкера на МК-3, если я не ошибаюсь, если я все правильно помню, то именно с Уоррент Офицер 1 открывается Дико Страйкер МК-3. Поэтому цели у нас есть, определенно надо их сегодня выполнить. Ну а я вам лишь могу сказать, друзья, обязательно не забывайте поддерживать видос лайком, каждые 10 лайков это все те же по одному контейнеру, открытие, поэтому обязательно прожимаем, активно издаем красивую и продолжаем открывать контейнеры, пока у меня контейнеры имеются. 34 штуки есть, соответственно 14 должно остаться, открываем как всегда по одному, дабы выпало как можно больше кристаллов, ну и если там вдруг условно какой-нибудь сотик залетит, я буду безумно рад. Начинаем, 10 тысяч кристаллов, первое открытие, вторая еще, десяточка, шикарно, миночки, понятное дело, что будет расходка, 3 500, это тоже неплохо, еще 3 500 добавки, дд, расходка лишняя тоже не будет. 10 тысяч еще, очень хорошо, очень хорошо, батареечки, нетрушечка, 3 500, на таком звании шикарно вот именно расходку получать, не какие-то там, о 5 голдов, не какие-то там дополнительные там, не знаю, предметы, по типу там устройств, цветов выстрела, красок, а вот именно расходка и кристаллы, вот это то, что всегда нужно на этих аккаунтах. Поэтому если сейчас мне еще надропает крисов, должно остаться 14, да? Открываем еще один, открываем еще один, синяя краска ирбис, прикольная краска, но ее я пожалуй одевать не буду, фиолетовая, может сотка? Нет, на рельсу, эффект выстрела остается 17, еще 3 контейнера. Раз, еще одна фиолеточка, гончар, 2, 3 500 и ластовик ддшки. Хорошо, дроп есть. Посмотрим, что у нас сегодня по заданкам, по возможности было бы неплохо, если бы мы сегодня могли выполнить их все. По заданкам у нас ремочка и захват флага и доставить 3 флага. Я бы, наверное, даже не менял бы заданки. Есть, конечно, там шанс, что мне дропнет заданка с кристальным дропом, но там кристаллов будет крайне мало, а может выпасть такая заданка, которую я не смогу выполнить, поэтому лучше я менять ее не буду. Захват флага оставим, доставить 3 флажка и 2 аптечки прожать, чтобы мы все это дело выполнили. Также забираем бонусный приз за премку, у меня становится 80, практически 8 тысяч кристаллов. И смотрим, что у нас здесь по заданкам. По заданкам я, скорее всего, больше ничего сегодня не успею выполнить. Можно было бы, конечно, еще бы тут контейнеры подформить. Ну и совсем скоро мы еще доберемся здесь до хохломы, той самой красочки, с которой я думаю, что я буду играть и идти до своей легендочки. Все, все у меня есть, вооружение есть. Единственное, то, что мы можем еще сделать, это посмотреть, что у нас по бруту. По бруту 7 часов осталось, но я думаю, что ближе к концу этого видеоролика мы вместе с вами здесь ускорим тоже шаг и поставим на следующую прокачку. Я все же хочу оставить еще пока что кри. Вдруг мне не хватит на дико страйкер следующая модификация. Плюс, я так понимаю, что резист от страйкера тоже со следующей звонки уже непосредственно полноценно откроется. Все, больше ничего говорить не буду, пикаем. Нам нужно сегодня все красиво выполнить и новую званочку поднять. Надеюсь, что все получится. Я также думаю, что в скором будущем, да, уже на следующей неделе, также будет стрим по этому аккаунту. Прямочка, видите, мне не упала больше. Ну и там ближе к выходным будут опять повышенные всякие фанды, повышенные опыты. И к тому моменту, я думаю, что мы уже вместе с вами будем готовы полноценно запускать еще один следующий уже полноценный стримасик. Один он у нас уже был. Очень хороший стрим, мне понравилось. Все, что у нас происходило на нем. Поэтому я думаю, что следующий стрим себя не заставит долго ждать. Так, шафт прицели. Еще один шафт. Боже, сколько шафтов на этих званиях играет. Так, точно надо следующий брать рез от шафта. Так, стараемся здесь доставить. Пытаются меня здесь блокировать. Поставлю мину. Мне нужно доставить три флажка. Да, первый уже есть. Хорошо. Первая доставочка имеется. Овердрайв раздаю на своих тиммейтов. Можно было бы здесь еще по мамонту накинуть урон с критом. Можно было даже два таких выстрела выдать. Но, к сожалению, два я не смог дать. Так, там противник пытается увозить. Чуть-чуть не тайминговый я нашел. Ну ладно, сейчас попробуем его быстро уничтожить. Надеюсь, что он здесь ничего не сможет сделать. Прилетает Васпик. Получает 700. Офигевает, куда он приехал. Уходит на рез. Доставочка будет от наших тиммейтов. Сейчас посмотрим. Если сразу будет доставочка, то я смогу еще один увезти. Так, овердрайв на центре. Мне было бы неплохо овер забрать. Шафт целится. Ваншотит? Да, ваншотит. Бэм, ну шафт это просто ужас. Честно, это просто ужас. Я надеюсь, что я очень быстро сумею поднять себе резист от этой пушки. И буду надеяться на то, что он будет меня спасать, этот рез. Так, едем на подбор. Надеюсь, что здесь проблем никаких не будет. Да, шафт еще и пускает здесь. Мы ведем 2-0. Но мне нужны флаги. Поэтому желательно, если сейчас мой тиммейт вернул. А тиммейт возвращает. Шикарно. Возвратик есть. Вторая доставка флага имеется. Кристалл мы тоже здесь соберем. Лишние баблосы никогда не бывают. И есть еще у меня овердрайв. Было бы неплохо на кого-нибудь его раздать. Шикарно овердрайв. Раздаем тиммейту. Даем еще килл. Даем еще критический урон хороший. Даем еще. Хорошо. Шикарно. Пока что все получается. Остается 3000 опыта до звонки. Мы можем даже, наверное, в этой катке новое звание получить. И даже, может быть, получится эту катку досрочно завершить. Блин, я уже думал, сейчас меня еще и этот шафт ваншотнет. Но благо здесь у него не получилось этого сделать. Здесь у вас по Тесла. Шафт вон там, да, стоял в углу? В правом углу. Ладно, пока что я чуть от сейва сыграю. Уничтожу здесь кого-нибудь. Вот там, да, он стоит? Или где? Или вы уже там уничтожили? Есть он там? Не, нету его там. Ладно, хорошо. Это очень хорошо, что его нет. У вас пожигер подбирает флаг. Пытается увозить на центр. Тиммейт здесь на подстраховочке. Можно даже овердрайва дать. Это уже четвертый, да, получается, овердрайв? Который я накопил в этой катке. Так, попробую там еще по вас попасть. Уничтожить его не уничтожил. Сейчас аптека будет. Можно будет увезти флаг на центр. А, во, опять этот шафт стоит в этой же позиции. Ладно, благо он здесь не успеет попасть. Надеюсь, тут у него прострел тоже нигде нету. И там еще один шафт целится. Но здесь меня тиммейт перекроет. Хорошо. Все, три флага я доставил. Шикарно. Все флаги, которые нужно было доставить, я доставил. Миночка работает. Если бы тиммейт мне бы еще овердрайву оставил, но он пролагал больше. Не хотел мне его вообще оставлять, этот овер. Но хорошо, что я его забрал. Что мне намного полезнее брать овердрайв, чем его. Я могу ему еще 50% дать. И плюс расходку раздать. Чем он бы просто взял бы себе овер со своей бомбочкой никчемной. Которую он бы точно не реализовал бы грамотно. Поэтому я считаю, что здесь было все очень грамотно. Ушел от шафта. И есть возможность также быстрой доставки еще одного флага. По очкам, конечно, все здесь очень шикарно. Но и опыт тоже летит неимоверно быстро. Неимоверно быстро летит. Уже осталось 1600 до новой звонки. Офигеть. Офигеть. При том, что здесь играет со мной младший лейтенант. Круто. Но у нас все получается. 6-0 ведем. Сейчас прожмем овердрайв на тиммейта. Постараемся сразу уничтожить. Надеюсь, что получится. Даже тиммейт сумел быстро слить. Здесь почему-то не залетело. Не знаю почему. Со второго раза залетает. Попробуем слить аресика, не открываясь под него. Видите, какой умный. А, ясно. Все равно я открылся. Он меня не ваншот лит. Значит, по прокачкам не так все круто. Этого молодого человека. Там я уже троих накоцал. Одного слил. Сейчас еще вот этого шафта слить. Шикарно сливаем. И вот этого бы еще слить. Блин, с двух выстрелов не уничтожил. Есть аптека дроповая. Ой, наш тиммейт доставляет. Так мы вообще закатку за 5 минут закончили. Я еще 4000 опыта заработал. Нифига себе. Вот это хорошая каточка. 2000 кристаллов. Шикарный бой. Шикарный бой. Я, похоже, все заданки успел выполнить. Да? Все заданки успел выполнить. 700 очков. Да, все. Вообще шикарно. За один бой. За одну катку все заданки выполнили. Супер. Что может быть лучше? И недельные. Да, наверное, какая-то тоже выполнилась. Шикарно. Еще и недельная выполнилась. День и 10 часов. До новой заданки. День и 10 часов. Ну, к сожалению, я, конечно, не выполню вот эту вот заданку. Но надо, конечно, 150 киллов еще наколотить. Где мы можем быстро колотнуть киллы? Хотя бы в рамках этого видоса мы еще можем сыграть пару боев. И чисто на киллы. Давайте командный бой, наверное. Если что, даже перепикнем. Было бы неплохо сейчас запикаться именно в катку, где не будет каких-то жестких нагибаторов. Вот я бы, наверное, так бы сказал. Каких-нибудь вот мальки бы были бы. Было бы вообще супер. Ну, какие-нибудь, я не знаю, там, сержантики. Какие-нибудь там... Мои звания, да? Ну, чтобы сейчас никаких младших лейтов не было. Если будет такая катка, где я смогу дать, ну, киллов, наверное, 50 за бой с ТДМ-ки. Это будет вообще супер. Это будет вообще супер. О, шикарные звания, шикарные звания. Там против только 2000 ГС у молодого. Это, наверное, хорошо прокачанный аккаунт. Ну, и мы должны здесь уже новое звание получать. Интересно, на чем играть будет вот этот молодой человек, который жестко качанный. Сейчас посмотрим. Так, Мамонто Страйкер играет. А, он Мамонто Страйкер. Все понял. Но расходки у него нету, я так понял. Без расходочки играет. Арейсик. Ой, Арейсик. Попперочек меня быстро уничтожил. Так, и сейчас будет падать уже непосредственно овердрайв. Овердрайв, овердрайв. Ждем овер. Овер летит. Шикарно. Мог даже ДАшку, по идее, не прожимать. У меня ДАД, кстати, больше всего пока что на аккаунте. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Так, прожимаю. Шикарно. Так, совет кавалерия. Давай совет кавалерия. Нарез молодой. Хорошо. Есть контакт. Келири. Тоже нарез по птичку прожимаем. Ну и все. Надо стараться сейчас садиться на уничтожение оппонента. Как можно больше сейчас надо уничтожать. Наверное, вот это не самое правильное решение, что я начал накидывать по мамонту, у которого ДАшка, у которого много хп. Было бы неплохо, наверное, больше накидывать по каким-то легким танкам. Наверное, давайте так и будем сейчас сделать. Опять, конечно. Ну, надо здесь. Вот этого хантера нужно уничтожать. Иначе он будет очень много демеджа наносить. И вот здесь теперь уже надо по хопперам всяким накидочку оформлять. Не по мамонтам. Концентрируем свое внимание вот на таких молодых. Оу! И воронт офицер один. Поздравляем. Поздравляем меня. Наконец-то я уже воронт офицер один. Шикарно. Шикарно. Есть овердрайв. Надо где-то его юзнуть. Где-то надо кому-то раздать мой овердрайв. Кого я могу раздать? О, могу вот этому диктатору Твинсу раздать. Он даже... Я думаю, что будет очень-очень рад такому овердрайву. Поппера тоже уничтожаем. Шикарно. Скорита 1700. Отличный выстрел. Сейчас у меня, кстати, еще будет следующая прокачка вооружения. Посмотрим, насколько урон будет больше. По идее, МК-3. Это уже будет неплохая кастрюля. Так, хантер овердрайв знает, как прожимать? Ну, даже если и знает, то я его быстро уничтожил. Так, вот этому хопперу надо накидать. Песок это вообще одна из лучших карт для диктатора страйкера с дистанционкой. Здесь на центре открывается огромнейшая возможность уничтожения всех оппонентов. Был овердрайв по центру. Ну, ладно, у меня, в принципе, 75%. Поэтому нужно всегда здесь качественно контролировать центр. Если этот контроль будет, вот этот бы диктатор. Я ему раздал овер? Он бы мне еще раздал овер, если бы он знал бы, что такое shift. Подсказки сейчас у нас в игре вообще есть, с которыми можно узнать о том, что у вас есть овердрайв, и то, что можно нажать кнопочку shift и получить хорошую плюшку дополнительно. Не знаю, раньше были на флэше точно подсказки. Сейчас не знаю. Если что, напишите по этому поводу в комментариях, есть ли подсказочки. Так, ну и вообще нам было бы неплохо вместе с вами на этом аккаунте выполнить этот челлендж, чтобы получить 100 танкойнов. Я уже говорил в одном из видосов, чтобы открылся второй слот. Мне на него надо 50 танкойнов. Два выстрела подряд промазал. Поэтому нужно будет поработать. 85% овердрайва. Сейчас, кстати, по центру будет овер падать. Оп, под золотой ящик. А голд это уже то, что мне надо. Голд это то, что мне надо. Тысячи кристаллов лишние на дороге не валяется. Пробуем забирать. Может контейнер? Не, не контейнер. Не контейнер. Ага. А, я думал, что он... Что такое голд, он знает? А что такое? А что такое... Овердрайв он не знает. Нет. То, что голд... Этот молодой про голд тоже не знал. Так, ладно. Хорошо. Плюс тыщеночку оформляем. Шикарно. Шикарно. Тысяча крисов это очень хорошо. Это очень хорошечно. Так. И стараемся сейчас еще уничтожать. Здесь оппонента. Так. Где еще кого-нибудь? Не вижу никого. А, вон там можно накидать было урона. Здесь по хопперу. По хопперу кинуть. Хорошо. Хопперы забираем. Еще одного хоппера. ДДшечку жму. Шикарно. Еще крит проходит. Супер. По хантерочку. Шикарно. Хантерочка тоже забираем. И овердрайв. Раздаю. Овердрайв поднимаю. Не видел, если честно, я овер. Хантер был очень сфокусирован на оппоненте. Блин. И хантер мне прожимает. Овердрайв очень подлый. Очень подлый овердрайв. Так. 30 киллов почти что у меня есть. 29. Шикарно. Может быть даже получится в этой катке набить больше 50 за бой. Может быть даже больше 50 получится. Если получится, то будет круто. Так. Давайте попробуем. Сейчас вот тут овердрайв поражать. О, кстати, он овердрайв свой первый прожал, этот диктатор. Я думал, что он его не прожмет. А он прожал. Додумался. Что у него есть кнопка такая. Овердрайва. Кто-то ему подсказал, наверное. Так. Мамонт. Мамонт с 2000 МГС. Это хороший прокачанный мамонт. Но он что-то как-то не особо нагибает. Хотя по идее он должен... Он должен быть жестким. Так, прожмем здесь мину. Сейчас уже по идее должен падать овер совсем скоро. На центре. По моим... Подсчетам. Пока что я не вижу, чтобы что-то падало. Диашку прожимать тоже особо не вижу смысла. Ждем, если что ДД появится. Сразу ДДшку нажму. На 85%. Здесь можно еще кристаллы было бы пособирать. О, хорошо, хорошо, хорошо. Мамонта уничтожаем. Да, да, да. Еще один выстрел. Шикарно. Мамонт на респе. Диктатор овердрайв. И сейчас будет еще один овер. Оп. Хорошо. Еще один крит. Получилось нанести. Ну вообще просто идеальная каточка. Идеальная. Получается все. В этом бою получается все как по маслу. Все как по маслицу. Накидываем. И еще раз накидываем. Вот вы представляете, если бы сейчас был бы как раньше старый урон. И с ДДшкой был бы Х2 урон. А не как сейчас с новыми дронами. То я бы каждый выстрел наносил бы по полторы тысячи. То есть это по сути были бы ваншотные. Любые легкие танки были бы ваншотные для меня. Для этого страйкера. Это было бы вообще жестко. А так конечно я их не могу ваншотить. Обидно немножко. Но ничего страшного. Так. 68 на 39. Ведем мы. Даже досрочка по ходу у нас здесь будет. 60% овердрайва. Ворнт офицер 3 даже ничего не может сделать в этом бою. Старается молодой. Старается. Но особо ничего у него не получается. Так. Хорошо. Еще раз мы его уничтожаем. Это еще викинг залагал да? Так. А это сводится да? А. Лаг сервер. Я понял. Лаг сервера произошел. Хорошо я доехал за стенку. Сейчас бы мне бы. Этого страйкера бы как прилетело. Но мамонт я думаю что вообще не понимает что происходит. Как я ему так через верх накидываю. Я думаю что он просто в шоке. От такого урона. Как он ему залетает. Он такой думает. Нифига себе. Я стою закрытую и мне урон наносит. Как? Каким образом? Каким образом мне урон летит? А я его просто кошмарить начинаю. Больно. Больно. Не очень приятно. Ну что поделаешь? Что поделаешь? Что поделаешь? Ничего не поделаешь. Играет. Пусть играет. Пусть старается. Пусть борется. Ой-ой-ой-ой. Тише-тише-тише-тише. Меня почти уничтожили. Еще и мины мои сгорели. 48 килов. Я хотел дать 50 за этот бой. Я хотел дать 50. У меня получилось уже дать. Даже. Ну практически то количество. И еще остается 20 килов командных. То есть я могу успеть дать еще больше килов. Еще больше килов. Диктатор. Не забирает у меня овер. Я сделаю вот такую развязочку красивую. И вот этих двоих мы еще уносим тоже на рез. Шикарно. По диктатору можно было тоже дать. Но я не успел. И опять запикивается реза шафт. Не, ну шафты это просто ужас. Мы точно должны покупать рез от шафта. Это прям очень больно. Шафт это просто какая-то нереальнейшая комбина. Я не знаю что делать против этой пушки на этих званиях. И я уверен что этих шафтов будет все больше и больше. Потому что они реально наносят большое количество урона. Так, нам бы сейчас эту катку еще не проиграть. А то я смотрю что там каких-то жестких воррент офицеров накидало. А у меня вообще сержанты маленькие. И сейчас эти ребята начнут здесь очень много килов давать по ощущениям. Поэтому надо как-то, как-то, как-то нам собраться с мыслями. Собраться с мыслями. А то можно здесь и проиграть такую супер катку. Я бы очень сильно не хотел бы ее проигрывать. Так, овердрайв есть. Шикарно. Мамонту накидочку. Блин, плохо когда конечно так тиммейты мешаются. Я мог здесь с крита хороший урон нанести. Но я его, к сожалению, не нанес. Так, этот чел что-то понимает. Видите, как в упоре сразу на меня рвется. Осталось 15 килов до конца. 15 килов. Овердрайв я прожал. По идее, следующий овер будет на центре. Прожимаем здесь миночку. Чтобы если диктатор пойдет меня пушить до конца. Я его здесь уничтожил. У мамонта, по идее, хп должно быть мало. Мамонт тоже овердрайв прожимает. И нас начинают респить. Дела очень плохи. Прям очень плохи наши дела. Я надеюсь на то, что сейчас я хоть как-то буду вытягивать это все дело. Ну, может быть, все очень тяжело будет под конец этого боя. Ой, диктатор еще и овер жесткий поражал. Там овер на центре. Нифига, васп сейвит овер. А вот кого он сейвит? Кого он сейвит овер? Какие-то гении уже играют на овернтах. 1100 у меня очков для ТДМки. Это безумно большое количество. Так, пробуем сейчас уничтожить. Ореса, ореса. Надо оресить ореса. Точно оресить ореса. Уже отрыва 13 килов. Очень плохо. Очень, очень, очень на тоненького, ребяточки. Очень на тоненького. 13 килов отрыва это очень мало. Я надеюсь, что нам как-то удастся выиграть. Так, нужно сейчас раздать овердрайв на тиммейта. И постараться вот этих двоих слить. Так, овердрайв на тиммейта раздаю. Одного респим. Второго. Второго надо обязательно зареспить. Он аптечку прожимает. Аптечку. Так, васпик. Васпик не открывается. Но у этого ореса мало хп. Еще один выстрел, он умер. Хорошо. Васп летит. Васп, куда летим? Куда летим, васп? На респ летим. Правильно. Четыре килла. Четыре килла. Еще. Три килла. Туда. Хорошо. Крид залетает. Шикарный. Так. Я не успел закрыться. Два килла, друзья. Шестьдесят три килла у меня за катку. Шестьдесят три килла. Я безумно благодарен своей команде за вот эти вот двадцать... Сколько? Ну, не, не двадцать. Почему двадцать? Сорок киллов практически. Которые они сделали. За мою команду. Но я дал для ТДМки шестьдесят три килла. Мы выигрываем эту катку. Три шестьсот кристаллов. Три шестьсот. Это почти четыре тысячи. Для Воррент офицера. Это безумно большие цифры. Прям безумно большие. Но главное, что этого достаточно. Я имею ввиду этих киллов для нашей победы. Соло, я думаю, что я бы не выиграл. Девять тысяч опыта за бой. Девять тысяч опыта за бой мы получаем. Это, ну, уж точно не столько звонки прибавило мне. Здесь это ошибка. Потому что я, получается, в этой же катке звонку и получил. Я практически ползвания получил за бой. Офигеть. Ползванки, да. Девять тысяч мы зарабатываем за бой. Опыта. И четыре тысячи кристаллов. Хороший, отличный. Боечек. Так, и... Значит, что мы делаем сейчас? Мы отправляемся, конечно же, в гараж. Да. Броненосец опять МК3 показывает. Страйкера резист МК3 появляется у нас. Страйкер также сам появляется. А диктатора... А диктатора нету? А диктатора по прокачке нету? Серьезно? Вроде диктатор тоже должен быть. Я вроде как помнил, что диктатор тоже был. Так, диктатор улучшить. Нет, нельзя диктатор приобрести. Плохо. Диктатор, значит, у нас с какого-то большего звания открывается. Ну ладно, страйкер мы покупаем. 14 тысяч кристаллов мы тратим на него. Это уже МК3 страйкер. Страйкер, диктатор до сих пор МК2. И наш модуль мы также прокачиваем до МК3. И это будет уже 15% рез. Отлично. 15% рез. Надо будет потом посмотреть, какое звание мне нужно следующее, чтобы уже следующую прокачку оформлять. Да. Но пока, в принципе, уже тоже неплохо. Хороший результат имеется. Диктатор единственное, да. Только надо еще подкачать и будет. Но я так понимаю, наверное, он со следующего звания будет открываться. Хотя мне казалось, что все открывается с первого ворент-офицера. Возможно, второй ворент-офицер. Эту информацию мы перепроверим. Ну, либо вы можете тоже в комментариях написать. Так, ну и, конечно же, брута на следующую прокачку мне нужно оформлять. Делаем ускорение и улучшаем его за 6 тысяч. Отлично. 58 тысяч кристаллов у меня остается. Уже на четвертый шажочек наш брут качается. После двух дней уже будет 60. 60% усиления расходки. То есть, это уже у нас целых 10% от нужного количества будет с плюсом. Это хороший результат. Как-то так, друзья. Как-то так. Вот такой вот сегодня у нас видос получился. Единственное, что я хотел посмотреть. Ага, 2500 кризисов еще здесь заберем. Единственное, что я хотел посмотреть. Сколько киллов осталось? Осталось 90 киллов. И мне эти 90 киллов было бы неплохо в следующей уже серии получить. А именно, завтра. Если я получу, выполню заданки, то у меня будет 2 новых миссии. Круто, круто, круто. Как-то так, друзья. Пишите, что вы думаете по поводу вот этой всей замечательной сегодняшней прокачки. Как вам вообще этот бой? Мне понравился. Хороший бой. Надеюсь, что таких боев в дальнейшем будет больше на этом аккаунте. Где мы сможем давать и не только 60 киллов за TDM. А может, каких и 80. Но это уже там чисто соло гейминг, грубо говоря. Какой-то. Премочка заканчивается. Дальше будет немножко потяжелее. Будем надеяться, конечно, что с контейнеров нам в следующий раз тоже она дропнет. Было бы неплохо, конечно, вообще 10 дней увидеть премки. Это было бы вообще шикарно. А, и еще я забыл забрать кристаллы. С магазина у нас всегда тоже есть халявные кри. Давайте, наверное, на будущее будем тоже изначально заходить. Всегда смотреть и забирать эти кристаллы на мультах. Эти кристаллы это очень полезная вещь. Пишите, какое у вас звание, если вы вместе со мной тоже прокачиваетесь. Поддерживайте видос лайком. Не забывайте, что каждые 10 лайков это целый один контейнер при открытии. Мы забираем, к слову, еще один. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Ну и, конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.